Неожиданному визиту гостей ветеран войны Николай Пучков приятно удивился. Дети поблагодарили ветерана и вручили ему подарок. В свою очередь Николай Федорович поведал ребятам о нелегкой жизни солдата и дал школьникам некоторые советы. Ты в армию пойдешь? Пойду, конечно. Обязательно. В армию хорошая школа. Там научить другу, любви. Далее группа отправилась по следующему адресу в поселке, где живет ветеран войны. Маргарита Недоширина приняла детскую делегацию радушно. Слова поздравления и благодарности прозвучали в этот день много раз. По традиции ребята сфотографировали с ветеранами на память. Лично я благодарен за то, что я живу в нашей спокойной стране только благодаря им. И поэтому я участвую, пытаюсь как-то помочь, как-то сделать их жизнь лучше. Они жертвовали всем, жертвовали семьей, жертвовали своими какими-то интересами для того, чтобы мы жили спокойно, в доброе время. В школе номер три проводят много разных акций. Ученики чтят память погибших солдат. Уборка памятника воинам на Витязевском кладбище стала для школьников постоянной обязанностью. Ребята всегда ухаживают за могильной плитой и в честь 70-летия освобождения курорта от немецко-фашистских захватчиков возложили к памятнику цветы. У нас в Витязеве несколько святых мест. У нас проходят здесь уроки мужества, в экскурсии, когда по поселку мы приезжаем сюда, в первую очередь сюда. Акция 70 добрых дел продолжается. Каждый желающий может проявить себя, сделать доброе дело и просто сказать ветеранам спасибо.